Кабышева Анна Ивановна В семье было шестеро детей. Аннушка была самой младшей. Жили очень трудно. Из-за недостатка обуви и одежды в школу ходили по очереди. По воспоминаниям Анны Ивановны, лишь с приходом тепла все дети начинали ходить в школу почти регулярно. Когда утром ноги мерзли от холода и земли, искали свежие коровьи лепешки, в которых можно было немного согреть озябшие ноги. А после школы помогала она дома по хозяйству и работала в колхозе. Надо было зарабатывать трудодни. Бабушка и дедушка уже не могли содержать шестерых детей, так как мать Нуры, так ее называли братья и сестры, умерла, когда девочке шел восьмой год. В скорости умер и ее отец. Дети остались сиротами. Начавшаяся война грубо вторглась девичью жизнь. Уже осенью 1941 года в крае ночевое строительство линии оборонительных укреплений, на которой трудились десятки тысяч собракольцев. Женщины, дети, мужчины, не подлежащие призыву в армии. Среди них была и Кабышева Анна Ивановна, 1927 года рождения. Строительство продолжалось с ноября 1941 по мая 1942 года между селом Бешпагир и хутором Базовая балка. Эти укрепления называли в народе оборонительной линией Суслова по имени первого секретаря крайкома партии. Осенью начались затяжные дожди. В степи стояла непролазная грязь. Затем резко ударили морозы, которые порой достигали до 20 градусов. Ледяной ветер степи валил с ног, продувая до костей. Земля промерзала до метра. Работа превращалась в сущий ад. Из техники на стройке были только руки, кирки и лопаты. Копали вручную. Но вся трудовая армия упорно прокладывала противотанковые рвы. 4 метра в ширину и 3 метра в глубину. К Ставрополю немцы подошли со стороны Ростова, заняв город 3 августа. А Бешпагири были только спустя 5 дней. На Ставрополе линия Суслова имела несколько другое значение, нежели во всей стране. Одной из версий стало опасение вступления в войну на стороне немцев в Турции. Работы по созданию оборонительной линии, писали местные газеты, велись ударными темпами и с большим патриотическим подъемом. Возводимые укрепрайоны необходимы были для того, чтобы задержать немецкие войска и выиграть время для формирования воинских частей на периферии страны. Едва только закончилось строительство оборонительной линии, в которой участвовала Кабышева Анна Ивановна, бабушка и дедушка отвезли девушку-подростка в интернат города Ставрополя. Так они посчитали, будет безопаснее и лучше для нее. Там хоть как-то ее оденут и будут кормить. Если бы они только знали, что спустя всего полтора месяца в Ставрополе начнется оккупация, Аннушка оказалась среди таких же, как и она, обездоленных детей. С приходом немцев детей из интерната вновь стали использовать как рабочую силу для ратья окопов под Армавиром. Отказаться было нельзя. За отказ следовало избиение, и детей и подростков все равно после этого возили на земляные работы. Она не помнит того, кто находился рядом с ним, как они уже выживали в таких сложных условиях. Но ей в память навсегда врезались слова, с которыми немцы следили за выполнением работы. «Девушки и дамочки, ройте ваши ямочки, наши тайночки придут, ваши ямочки сомнят». Так распорядилась жизнь, что сначала она работала в тылу на благо Родины, а потом под внетом немецко-фашистских захватчиков наоборот. Да, Кабышева Анна Ивановна не воевала на фронте, не была партизанкой, не взрывала немецкие эшелоны. Но она своим трудом на строительстве оборонительной линии Суслова внесла свой вклад в Великую Победу. Страна высоко оценила этот труд. Анна Ивановна стала одной из награжденных медалью за доблестный труд Великой Отечественной войны 1941-1945 года. А ведь большинство строителей оборонительных укреплений на Ставрополье были девушки, которых впоследствии награждали медалями и грамотами. Но свою медаль она получила всего лишь в 1992 году. И уже не на свою девичью фамилию Кабышева, а на фамилию своего мужа Савина. Савина